Виктор Беляев 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 Когда начинаешь бороться, ты уже в своей стези начинаешь бороться, как должно быть. Расскажите, а как показала себя Россия на чемпионате? Россия показала себя самой лучшей. Она в зачете в медальном заняла первое место. И обогнала намного... Второе место занял Казахстан. Она обогнала практически в два раза по медалям золотым. А сколько стран было представлено? Стран было... Больше 20 стран было. И Украина, и Франция, и Германия, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки. В общем-то, география обширная. В принципе, если по континентам, то все континенты участвовали и Америка, и Азия. И Африка, и Европа. В командном зачете у нас получилось первое место? В командном зачете, да, Россия заняла первое место. А от Рязани тоже ребята ездили? Отрезани ездили у нас двое. Я и Василий Дюбанов. Василий Дюбанов занял третье место. Ну, случайная ошибка за выход в финал, случайно, можно сказать, вел схватку все время. Но получилось так, что в последние секунды судьи дали ему предупреждение. Хотя не должны были дать. По борьбе Василий вел, но судьи по-своему рассмотрели это и дали предупреждение. И Василий проиграл по качеству и занял третье место. А от Рязани у нас сколько человек ездило? Двое. Конечно, это все зависит от финансовой поддержки. Поэтому двое смогли съездить. Ну и по итогам выступления на чемпионате России только два человека были достойны поездки на чемпионат мира. Василий Дюбанов стал вторым на чемпионате России. И ясно в феврале выиграл тоже чемпионат России. Тоже так же четвертый раз, кстати. Еще поедете? Ну, конечно, пока есть здоровье, пока есть желание, поедем. Потому что все-таки это хороший пример тем же молодым ребятам, которые начинают заниматься, которые сейчас занимаются. Потому что они видят, что нам уже за 50 лет, а мы еще выходим на ковер и иной раз боремся с молодыми ребятами. И не проигрываем. Они злятся от этого, говорят, какой-то дед вышел. Меня разбросал. Ну, поэтому говорим, потренируйтесь. Ваше спортивное долголетие зависит только от вас, как вы себя будете вести. Не обязательно, что некоторые говорят, вот до 30 лет, 30 лет заканчиваю, а дальше спортом не будут заниматься. И люди начинают заниматься не тем, чем надо. Вечером пивко, побольше покушать, от этого начинается живот расти. И потом говорят, я уже старый в 50 лет, мне уже я там. А тут вот такие чемпионаты, они доказывают, что люди, которые за собой следят, занимаются, они и в 60 лет, и в 70 лет выступают. То есть есть там примеры, там люди 80-летние, которые выступают, приезжают и борются. То есть это же прекрасно, когда такие люди могут выйти на ковер, еще показать, что они могут продемонстрировать там броски, технику, весь арсенал самбо. Ну, это очень хорошо. А в Рязани какую деятельность вы ведете? Ну, сейчас я работаю тренером. Такое у меня направление, которое очень новое и для всех незнакомых тренировки, ЕМС называется, электромышечная стимуляция. То есть еще в Рязани это мало знакомое направление. И вот это очень хорошо для электромышечной стимуляции, это хорошо для тех людей, которым уже за. Потому что нет нагрузки на суставы, связки, а мышцы прорабатываются очень хорошо. А так вообще на пенсии сейчас. Служил в наркоконтроле, сейчас уже где-то лет 8 как на пенсии. Скажите, насколько у нас в Рязани развит ветеранский спорт? Ну, в Рязани ветеранский спорт, в принципе, развит хорошо. Но здесь фактор финансирования. Финансирование, конечно, у нас по этому поводу слабое. Слабое, ну, а вообще спорт в России, в Рязани финансируется не очень так хорошо. Хотелось бы, чтобы уделяли внимание ветеранам в плане того, что это же мы все-таки даем не только для себя это тренируемся, а тренируемся и выступаем, чтобы на нас тоже смотрели молодые ребята, которые только что пришли в спорт. И это немаловажный фактор. Да, они отмечают нас в министерстве. В прошлом году отметила меня как лучшего спортсмена в области среди ветеранов. Спасибо им за это. Думаю, в этом году отметят. Расскажите, а как вы вообще попали в спорт? Ну, честно говоря, я уже занимаюсь всю жизнь. Начал заниматься еще, когда мне было лет 7 или 8, пришел в 58-ю школу. Это в конече Юрий Роман Шрифкин, первый тренер. Начал заниматься самбо и дзюдо вместе. И вот с 7 лет я, в принципе, до 51, все время неразрывно с этим видом спорта, как самбо и дзюдо, мы боремся. Были какие-то там перерывы. До 30 лет я занимался как был основным спортсменом, то есть уехал после института, закончил институт наш, рязанский спортфак. То есть специальность у меня учитель физкультуры. И выступал основной уже после 20 лет за республику Коми, гора Печора. Потом переехал обратно в Рязань. И здесь вот тоже как бы начал неразрывно. То есть я не представляю уже себя без ковра. Это постоянно ковер, спорт. Это как бы неразрывно со мной такое. А никогда не было трудностей, не хотел бросить? Ну, бывали трудности, бывали травмы. Вот это бывало, что как бы... А зачем это тебе надо? Особенно, когда люди вокруг говорили, зачем вообще это тебе надо? Ездишь куда-то там. Ну, это как-то в крови уже. Адреналин выделяется так, что уже хочется. И ты не представляешь себе без соревнований. Будем говорить, что вот как птица, она живет в воздухе. Так же и спортсмен живет именно на соревнованиях. Соревнования, то он должен получить свою порцию славы, как говорится. И потом уже на этом адреналине дальше продолжать заниматься, чтобы у тебя был стимул какой-то, моральное удовлетворение. А своих детей обучаете самбо? Да, у меня сын, ему 19 лет сейчас. Он занимался самбо и дзюдо также. Ну, сейчас уже заканчивает колледж и связи с учебой. Ну, немножко не пошло, но все время приходит ко мне в спортзал, тренируется. То есть, у него, конечно, он не добился таких успехов, будем говорить, как я, например, в его годы. Но всегда тоже спортом занимается. В случае, я думаю, дочка может пойдет заниматься. Сейчас ходит она на гимнастику, ей 4 года. Поэтому нечего, все впереди. Может быть, тоже будет спортсмен. Какие победы наиболее значимы для вас? Побед было много. В этом году у меня самые значимые победы – чемпионат России по самбо в Оржеве в феврале. В августе был чемпионат России по дзюдо, выиграл тоже по ветеранам. И вот был чемпионат мира по самбо. Так бы мог бы, конечно, съездить, есть желание съездить по дзюдо, выступить среди ветеранов, но пока не хватает финансовой возможности. Два чемпионата мира – это накладно для семьи. Ну, может быть, в следующем году получится. Может быть, на нас обратят внимание несколько. И поверят, выделят какие-то деньги, какие-то финансы. Поэтому надеемся, что с каждым годом будет лучше, а не хуже. Ну, и, может быть, побольше. Сейчас мне уже звонили некоторые ребята, которые, опять же, услышали, что я победил. Ну, и там, как бы нам тоже начать выступать. Пожалуйста, давайте, приходите, тренируйтесь. Ради бога. Всем варны. Двери открыты. Будем бороться. Вот уже звонили ребята, интересуются, хотят тренироваться опять. То есть, позратиться. Уже был перерыв у них какой-то. Сейчас опять хотят продолжить борьбу. О чем-то вы мечтаете? Ну, это в плане спорта, может быть. В плане спорта, ну, наверное, чтобы... Спортивное долголетие. Мечтаю, чтобы здоровье позволило и в 70 лет выйти на ковер. И, может быть... Поэтому, вот, чтобы не было травм, наверное, чтобы такое себе пожелание, чтобы мог выходить на соревнования и на тренировки без лишней боли. А что бы вы хотели пожелать всем молодым ребятам, которые только начинают заниматься самбо? Ну, молодым ребятам хочу пожелать, чтобы они были целеустремленными своих и всегда верили в то, что... В себя. Потому что человек чаще всего проигрывает из-за того, что он не верит в себя. И вот ребятам молодым хочу пожелать, чтобы они не думали, что заниматься они будут до 20-25 лет, а потом все. Нет, чтобы они верили именно в то, что... Не верили, а знали, что после... Как я один раз сказал, после 35 лет борцы не улетают в космос, они продолжают бороться. Они также выходят на ковер и борются, тренируются, соревнуются. Поэтому пожелать я хочу только спортивного долголетия всем молодым ребятам, чтобы они занимались, выигрывали. И продолжали нести знамя борьбы в городе Рязани, России. Спасибо. И на сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова